Ну и теперь собственно криптование. У нас собственно два HATTP криптования. Как вы знаете, если криптование с помощью SSLTLS это в конце буква S, HATTP S, если криптование по SSH, то у нас будет S, HATTP. Тоже возможный вариант. Тут у нас два типа SSL и TLS. Можно особо не напрягаться, это одно и то же. Это вначале был SSL, потом по мере развития и стандартизации он превратился в TLS. Ну SSL мы считаем сейчас устаревшим совсем. Это первая, вторая, третья версия. Первый вообще забудьте. Вторая и третья до сих пор еще встречаются иногда. Вначале был крайне простой протокол, потом значит он усложнился и стал достаточно серьезным. Что у нас тут? У нас используется асимметричное криптование, асимметричное криптование, протоколы обмена ключей, подсчет целостности сообщений с помощью хешей, то есть весь спектр, какой возможно мы используем. Тут ничего нового, все вам известно. Асимметричное шифрование, это когда для шифрования и дешифрования используется один и тот же ключ, а симметричное, когда у нас пара ключей, так называемый закрытый и открытый ключ. Один используется для шифрования, другой для дешифрования. Отличаются они тем, что закрытый ключ у одного человека. Это секретный ключ, открытый ключ доступный всем. В результате, если мы шифруем закрытым ключом, все могут расшифровать открытым ключом. Если мы шифруем открытым ключом, может расшифровать только тот, у кого есть закрытый ключ. То есть они дополнительные. Для того, чтобы подтверждать владельца ключа, у нас задается сертификат и строится сертификат для инфраструктуры открытых ключей PKI. У нас тут используется обычно PKI иерархическое, то есть выделено несколько серверов сертификации, центров сертификации. Чем они торгуют? Они доверием торгуют. То есть, если мы им подписывают электронную подпись нашего сертификата делают, то есть то, на чем мы все криптуем. Если мы перестаем доверять, то мы можем отозвать этот сервер. Но, поскольку бизнес только на том, что они торгуют доверием, то есть своей репутацией, то они пытаются ее сохранять. Как только репутация теряется, центр сертификации теряет доверие и вылетает из бизнеса, грубо говоря. Там особо-то делать нечего. Воздух продают. Значит, ну, есть еще PKI и не иерархические, например, цепь доверия. У нас может быть цепочка доверия, но это все более сложно организуется. Ну, элементы есть в броузерах, то есть вы в броузеры можете добавить сертификат в доверенные сертификаты и работать с ним. Например, самоподписанный сертификат, вы сами подписали его, чтобы не платить сертификационному центру и работаете с ним или внутри организации. Работа осуществляется, но тут, естественно, проблема в том, что вы должны какое-то дополнительное действие выполнить, задать, что вы доверяете этому сертификату. Если сертификат подписан доверенным центром уже, то все делается автоматом. Броузер смотрит список центров и сертификатов, которым он доверяет. Если подписан SSL сертификат этим центром, то он спокойно дальше продолжает работать. В противном случае он сообщает, что не мог найти этот сертификат у себя в списке доверенных. Значит, вот у нас фактически отличие между SSL и TLS. Ну, скажем так, SSL на каком-то этапе переименовался в TLS, то есть фактически у нас написано разница между старыми версиями и новыми версиями. Ну, как видите, разница не серьезная. Мы видим, что просто какая-то эволюционное развитие, замена хеш-функций, замена криптования и так далее. Ну, то есть, некое развитие. Соответственно, в каждой версии у нас есть список того, какие алгоритмы он использует и и если клиент и сервер используют одну и ту же технологию, то они должны использовать именно эти алгоритмы. Ну и вот, Handshake ничем не отличается от стандартных, скажем, трехэтапных Handshake как TCP. Тут у нас просто идет обмен ключами. Это стандартно идет по идеологии обмена ключей. То есть, у нас на каждую сессию делается сессионный ключ и работает все на сессионном ключе. Ничего такого сверхоригинального нету. Ну и вот у нас основные сообщения, которые тут проходят. Да, стандарт вот этот иерархический, он называется X509, это IT-юшный стандарт, соответственно, ISO-шный. Ну вот по нему и построена вся иерархическая структура сертификатов. Вот сертификат X509. Достаточно много информации. В зависимости от версии у нас меняется вид заголовка этого сертификата, структура сертификата, хотя мне лично больше нравится идеология IP версии 6, когда у нас просто дополнительные группы вводятся полей, но вот тут в принципе все достаточно понятно, да вот у нас заголовок идет и в конце собственно цифровая подпись тут нам что интересно издатель значит период действия сертификата вот это самое интересное, потому что мы должны проверять, что сертификат валидный до сих пор многие многие самопальные так сказать провайдеры контента они забывают перевыпустить сертификат и поэтому может такое случится вы работаете с каким-то сервером а на следующий день он дает информацию о том, что сертификат не валидный это нехорошо за этим нужно следить конечно и в конце все у нас информация по HTTP серверу Apache это то, что вы будете собственно настраивать ну тут все крайне просто вдаваться в структуру особо не нужно там очень простая идеология настроечные файлы идут по умолчанию можно их использовать тонкую настройку мы пока не осуществляем и единственное что у нас концепция виртуального хостинга это HTTP 1.1 то, что на один IP адрес мы кидаем несколько веб страниц веб-сайтов да значит вот у нас файл конфигурации это так они расположены в редхете в других могут в подкаталогах находиться вот HTTPD и вот там в этом подкаталоге обычно находятся это в зависимости дистрибутива может просто называться не extra HTTPD а extra Apache 2 Apache 2 и так далее тут достаточно простые все директивы все что сделано по умолчанию можно использовать что тут интересно ну по умолчанию 80 порт прослушивает если мы SL подключим 443 будет прослушивать дополнительно мы можем задать перенаправление с 80 на 443 в общем все что вам нужно это прописать конкретный конфиг для вашего сервера конфиг стандартный вот минимальный конфиг да тут и то больше чем нужно что у нас тут вот мы прописали что у нас виртуальный хост который цепляется на любой локальный адрес по 80 порту и дальше у нас нужно обратиться в HTTP 1.1 или к юзернет или к юзернет тут может быть список альясов и соответственно вся информация будет находиться в каталоге который помечен как документ root и логи логи у нас для чего если мы не пропишем error и кастом лог то у нас все будет кидаться в один и тот же лог мы можем с помощью софта парсить его вытаскивать нужную информацию мы можем сделать так чтобы отдельный лог один не засорялся а кидался лог для каждого сайта свой это зависит от того как вы администрирование построите ну например для чего это нужно если у вас администраторы сайта разные мы сделаем так чтобы каждый имел доступ только к своему логу например вот так таким образом вот это некий минимальный конфиг вот server.net документ root и все все поднялось все работает ну если у вас ssl там еще вам нужно прописать что-то не восьмидесятый а скажем хтпс порт и ключи для криптования и все будет работать без всяких проблем восьмидесятый и восьмидесятый